Всем доброго времени суток, Божьих благословений. Я рад, что ты зашел на канал, что ты хочешь посмотреть откровения. Это здорово. Я тоже захожу на канал Салтаненко, тоже смотрю откровения, тоже подключаешься туда, подписывайся. Ты знаешь, я хочу сказать сегодня, чем отличается церковь XX века от церкви XXI века. Если в XX веке церковь, она влияла на этот мир, церкви хотели подражать, стремились быть в церкви, изучать. Принципы церковные, как они работают и многие бизнесы. Они построились на базе церкви. Я прикреплю справа вверху подсказку о том, как люди применили Божьи принципы в свою жизнь и они стали миллионерами. Это видео называется «400 долларовых миллионеров». Это говорится о Южной Корее, вот справа вверху ссылочка, пожалуйста, пройди, посмотри. Интересные компании, как они развивались, история очень коротко. Более детально ты можешь самостоятельно разобрать. Это не секрет, это в свободном доступе. Мир XXI века становится все больше одержим бесами, исходит с ума. А в XX веке христианская церковь была самым модным и популярным местом, центром пробуждения, процветания и развития. Даже мир копировал церковь, проводя мероприятия, концерты, шоу, конференции. Печатались Библии и миссионеры шли по всей земле, завоевывая народы Евангелием Иисуса Христа. Технологией был телевизор, смотрели его всей семьей. Раз в неделю был какой-то, или два раза в неделю был интересный фильм. Или вообще кинотеатр. Люди собирались все им селомы, шли, смотрели. Их ум был освобожден от всего мусора, который мы сейчас можем наблюдать в интернете. То в XXI веке любой канал мы открываем и видим, что он переизбыток. То есть если фильм был раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода в XX веке, то в XXI у нас фильмы крутятся на каждом канале 24 часа на 7. И от этого приходит переизбыток. И ум христианина засоряется и теряется Слово Божье в этом ворохе, всякой информации. Мы с тобой знаем, что Дух Святой приходит только на Божье Слово. Он любит Божье Слово Дух. И ты знаешь, когда приходит человек, они приносят свои подарки. Они приносят болезни, скорби, разочарования, несчастья, войны. Когда приходит Дух Святой, Бог, Он приносит свои благословения. Это мир, радость, смирение, покой. И есть вот эта борьба идет, информационная борьба, кого мы будем слушать. То есть интересно по душе посмотреть видео, фильм какой-то для души, чтобы отдохнуть, расслабиться. И один раз прийти в церковь в воскресенье, поскольку сейчас возможности нет прийти в церковь. Не все имеют такую возможность. Поэтому получается, что люди смотрят 2-4 часа на 7, я говорю про христиан. Они смотрят или новости, или смотрят фильмы. То есть вот заслу христиан. И почему в 21 веке церковь теряет влияние свое на мир? Потому что теряется слово, теряется дух. Поэтому приходят садники апокалипсиса. Они пришли в мою страну, я сейчас в Украине, в Одессе. И сейчас мы наблюдаем в Украине именно войну, военные действия, конфликт военный. То есть люди умирают из-за того, что христиане, они оставили свои позиции, они просто убежали. Поэтому многие верующие стали плотскими и одержимыми бесами. И вопрос дня, как же вернуть Духа Святого? Ответ дает Слово Божие. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. В безумном и одержимом бесами мире первое, что нужно всем, это покаяние. Второе – крещение в Иисуса, погружение в Его Слово. И на базе покаяния и погружения в Слово сам Иисус, как крестящий Духом Святым, и зальет на вас Духа Святого. Уберите всю ненужную информацию – подписки, новости, блогеры, клоуны, стендаперы – и дайте место Слову Божьему, и вы увидите, как Христос изгонит чертей из вашей жизни и изольет на вас Духа Святого. Мне нужно уклоняться и убегать от проблем, потому что от садников, от поколепствий ты никуда не убежишь. Побежишь в Америку, они будут за тобой бежать, если ты не в воле Божьей. Если ты побежишь на неопытаемый остров, то садники пойдут за тобой. Поэтому не нужно обижать, как это было во времена Давида. Все смиренно стояли и слушали, как поносил этот необрезанный молодой пес воинство и не жилище Бога. И Давид взял и поразил. Почему? Потому что вопрос не в тех людях, которые убегают, а в том, что нет Божьего человека. То есть эти люди не хотят слушать Божьего человека. Когда пришел человек с Божьим Духом, он дал направление. Он взял камушек, обычный камушек, и дал по голове этому молодому псу, необрезанному. И, конечно, исход мы знаем. Если можно было сказать, ну Давид, нельзя эти воевать, потому что написано в Библии, не убей. А Давид взял, исполнил, и он говорит, неужели вы не читали, как Давид вошел в Дом Божий, кушал хлебы предложения, которых не должно было кушать. И Бог говорит, что для того, чтобы в этом разобраться, нужно понять, что значит милости хочу, а не жертвы. Мы приносим Богу жертвы, а Бог хочет милости. Что значит милости? Напиши мне в комментариях, как ты думаешь, что это такое? И разных артистов, клоунов, то есть весь этот шквал на самом деле не прекращается. Вот именно вот этим и отличается церковь 21 века от церкви 20 века, то, где мы оказались. И это именно, с одной стороны, или оно дает пробуждение, или с другой стороны, если мы не понимаем этого, оно останавливает пробуждение Божье. Аминь. Почему? Потому что сегодня вот этот поток такой информации, который сегодня есть, он забирает всю жизнь, что человек не успевает. Ой, день пролетел, не успел это сделать, не успел то сделать. Кто-то понимает, о чем я говорю, нет? И ты думаешь, я же должен двигаться в ногу со временем, но на самом деле тебя время откидывает назад, потому что ты перестаешь быть творцом истории. Ты должен влиять на этот мир. Не ты должен поглощать эту информацию. Ты должен завоевывать этот мир. Ты должен влиять. Ты должен проповедовать. А не просто быть теперь радиоточкой, которая просто принимает на приеме, сидеть под радиоточкой и слушать. Не успеваешь переслушать всего этого шквала, всего этого объема изобилия, которые просто каждый день и днем и ночью наваливают, наваливают, наваливают и наваливают. Кто-то получает для себя ответ, нет? Сегодня что говорят верующие? Покаяние. Я когда-то покаялся, зачем каяться, дорогой? Когда пришли к Петру, что говорят? Что нам делать? Покайтесь. Для того, чтобы мы сегодня имели Духа Святого, имели излияние, имели свободу, имели прорыв. Первое. Покаяние. Второе. Крещение в Иисуса для прощения грехов. И третье. Получите тогда дар Святого Духа. А Дух Святой, Он приносит нам жизнь и свободу. Аминь. Спасение, надежду и воскресение. Аминь. Ты прощающий, ты восстанавливающий, ты милующий, ты добрый, ты любящий. Покаяние. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова